приветствую вас сегодня мы пройдемся по спуску маринеска идет от софиевской до черноморского казачества такая транспортная магистраль можно сказать соединяет центр города если направо повернуть под пересек с мостом с посолком котовского уже учебное заведение зайдем покажу вам мраморные лестницы мраморные деревянные домах спуск не длинный около 500 метров здесь уже новострой строят довольно быстро в этой стороне валиховский переулок медицинский университет разное отделение больниц если здесь пройти можно выйти на улицу пастера недавно провели реконструкцию дороги реконструкцию трамвальных путей некоторое время дорога была закрыта даже смотрю посадили деревья чуть-чуть шумно потому что возле дороги ну и жильцам конечно такой шум очень близко автомобили проезжают уже был 1834 году неоднократно менял свои названия он был софиевский нарыжский короленко маринеска какие вы помните название напишите хочу поблагодарить вас за ваши комментарии которые вы выставляете под видео за ваши воспоминания уточнение дополнение очень важно современное название этот переулок получил в 1987 году в честь уроженца одессы героя советского союза жившего в детстве на соседней улице софиевской в 11 доме это мы идем по учетной стороне двор 18 выйдем мы туда даже памятнику маринеска сегодня замечательный день и солнышко уже зашло за этот дом потому что здесь такой тенек но для ноября прекрасная погода зашли в один из двориков посмотрим какие видите это стена деревянный балкон сегодня удивление такая приятная погода потому что несколько дней было туманно сыро сегодня на небе не облачко свежий ветерок такой и вот во многих уже в квартирах одессы и полуподвальные помещения уже люди не проживают а здесь еще видно что квартиры заселенные если деревца примутся будет красивая аллея какой маринеска 14 такой низкий свод в каждый двор заходишь и в каждом дворе разные воздух запах тоже стена такая здесь такие интересные дворы что такое впечатление что такое впечатление как будто они идут вот сплошные там просто чуть так подстроено перестроено такие лабиринты впечатление как будто это один большой двор на этом месте сейчас автомойка окончик уже разрушается какое-то время здесь так много всегда машин было но когда начали ремонтировать дорогу она закрылась вот тоже подъезд сюда могут заезжать машины можно заехать во двор конечно есть возможность у всех гаражей стена видна вот мы заходили во двор с этой стороны так здесь очень много еще ребят смотрю студенты студенты, молодежь там порт идет как бы возвышенность такая там дома она построена на уровень ниже мы сейчас пройдем до памятника Маринеско поднимемся по той стороне еще все таки посмотрим здесь я помню раньше была такая детская площадка там как палисадник все заросшее плющом скамеечки и листики сыпятся сыпятся сегодня еще такой ветерок маленький здесь проезжает очень много маршрутных автобусов с города они именно по этой дороге по спуску Маринеско спускаются вот пересовский мост в сторону поселка Котовского там вот только на углу дом который будет его отреставрировали ворота старые сняли даже вот балка еще деревянная наверное еще старинная а вот деревянным перекрыли балкон поставили новые ворота стена прямо мхом поросла папоротник папоротник растет вот в этих одесских двориках еще что интересно что вот вроде старый фонд и вот основные эти дома но когда ты заходишь внутрь некоторые люди сами там строят себе уже отдельные дома пристройки и двухэтажные и одноэтажные спуск Маринеско восьмой номер кошечки во всех дворах есть а здесь много котят вот подъем наверх идет ух ты насколько вас здесь там тоже видите это все настроено надстроено какое дерево большое росло голубятня вот собачка живет здесь очень много машин еще раньше окна квартир украшали к новому году дождик так сейчас вам покажу еще вот не снимают наверное ватку приклеили ватку приклеили вот этот дом отреставрировали ну что я не вижу заселен он или нет на углу сейчас курсирует здесь двенадцатый трамвай еще хотят сделать именно с поселка котовского и дальше продлить такой скоростной трамвай вот я люблю я немножко поднял кучеров еще памятник героям подводникам погибшим в мирные годы здесь зеленая зеленая травка аллея вот этот фасад дома номер шесть раньше был красивое изображение баклана после реконструкции зданий был бом давайте поднимемся памятник довольно большой и легендарному командиру подводной лодки героя советского союза подводной лодки 13 героя советского союза Маринеско и его боевым товарищем Маринеско Александр Иванович вот здесь видите оживленное транспортное движение часто заторы пробки бывают особенно такое в пиковое время в эту сторону вечерняя когда возвращаются на поселок Котовского а с той стороны в утреннее тоическому экипажу подводной лодки с 13 все перечислены 30 января произошло 1945 года и подводники уроженцы Одесской области погибшие в Великой Отечественной войне Северный флот Балтийский флот Черноморский флот погиб в сорок третьем в сорок четвертом в сорок втором дата рождения есть родился в 1915 в 1942 году погиб Левкович Мичман Боцман в 1911 году родился в 1942 году погиб в сорок четвертом погиб в 14-ом погиб родился в 1919 родился и погиб в 1941 году в 1921 году в 1942 родился погиб в 1943 году это в мирное время затонуло погибло 52 человека 15 у мм погибло из подводных сил, ветеранов-подводников Харькова, Севастополя, Измаила, Феодосия, Очакова, Гомеля, Петербурга, Владивостока. Затонула без жертв. Ядерная авария без жертв. Поднимаемся. Сейчас еще посмотрим на спуск с этой стороны. Диспетчерская троллейбуса. Здесь, кстати, по 10 маршруту я уже снимала. Это один из первых моих маршрутов. Не очень еще знала, как к этому подойти. Надо, наверное, переснять 10 маршрут. Но здесь практически, не практически, здесь все я ни разу не видела, чтобы были старые модели автобуса, вот такие уже обновленные. А на них нельзя сзади снимать, потому что не предусмотрено. Там такое идет... Невозможно подойти к стеклу сзади. Она от Приморска идет до Блези. И, кстати, очень-очень часто ходят троллейбусы. Вот уже интервал у них небольшой. Пятнадцатый трамвайчик нам едет навстречу. Да или нет? Ой, вообще пятый написано. Тот, который в Аркадии идет. Наверное, в депо. Желтая листва нас еще радует. И вот здесь, видите? Это со стороны Приморской можно вот в этот двор зайти. А здесь, наверное, тоже был дом. Но он разрушился. Одна стена осталась. А, да, вот, видите? Тоже его стена. Дома нет, и нам открылся такой вид. Вот дворик. Это с улицы Приморской, если заходить. Видите, люди... Еще один трамвайчик. Люди себе строят, надстраивают что-то. Расширяют жилплощадь. Можно было доехать. Всегда с центра. Нужно было спуститься по этой дорожке. По спуску. Видите, здесь все отреставрировали. Переложили. Постелили. Тротуарную плитку. А раньше мы здесь шли просто по земле. Рельсы утонувшие в земле. И вот тоже двор с улицы Приморской. А в глубине двора... Если мы зайдем в этот двор, когда-то будем гулять по Приморской. То, видите, есть такая беседка спрятана. И заросшая плющом. Здесь уже идет строительство. И ни одного дома, а нескольких. Вот, что планируют построить. Посмотрим. Какая у нас с вами прогулка была сегодня по спуску Маринеско. Пишите комментарии. Дополняйте видео своими воспоминаниями, рассказами, уточнениями. Пока-пока. До следующих видеопрогулок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.